всем привет заказали пиццу на тысячу семьсот шестьдесят пять рублей три пиццы кстати они опоздали поэтому прислали нам вот такой вот промо код не обижайтесь на нас мы дали вам подарки при следующем заказе по промо коду вот нам искренне жаль что так вышло так заказали пиццы твоя данька забираю пропеканка это нашла пицца прочитай лучше за пиццу мы заказали читай название где это домашняя или деревенская деревенская сейчас будем кушать молодцы молодцы я спас я спас чуть не уронили пиццу мы были на почте россии и мы пришел машин пенальчик второй такой вот под кожу надписью как она выбирала if you don't believe in yourself если ты не будешь верить себя кто будет вот такой пенал можете нравится получается теперь у него два пенала вот этот пришел и все ожидаем три браслета два кольца и одни очки без стекол или без диоптрии они со стеклом я не знаю у меня положено здесь со стеклом хотели сейчас покушать бутербродики достали хлеб бабушка сегодня покупала он плесневелый бабушка только сегодня его купила стали смотреть с угодностью него всех она с угодностью же прошел короче плесень конкретно он воняет невкусно вот открыли бабушка чего не ела и не дешевый хлеб вот она плесень совсем хлеб не дешевый вот плесень кошмар короче магазине все надо проверять вот эти цельнозерновой дорогущий хлеб и с плесенью ну такая вот ерунда кошмар все хорошо что не съели много чтобы увидели вовремя штамп плесень придется выкидывать вот на правда сережа говорит что вроде там и до постояла такая же не очень не смотрела бабушка туда ну понятно но бабушка не смотрела магазин на что они должны вообще смотреть что они продают я хотел полезно я не буду там уже а смысл ты принесешь мне скажешь мало ли хлеб какая разница мне когда он сделал вот такая ерунда проверяйте всегда верный верный своим традициям подсовывать всякую фигню проверяйте всегда дату короче все я вообще злая хлеб выкинула решила покушать вот покупала едим дома здесь это юлия высоцкая жена андрона кончаловская паста карбонара закрыта вот так вот упаковкой не видно что внутри открыла вот я приготовила вот где 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 я давили великий повар я где что тут где вот эти три кусочка то есть за сколько там 100 грамм макарон 150 рублей не соуса две ветчинки вот в общем больше брать не буду сейчас попробую больше вкус макарон чуть-чуть соуса ну так съедобно но мало пожалели соуса с этой всем привет у нас начались обычные будни дети пошли в школу уже второй день после каникул вот я готовлю еду у меня такое мясо индейки вот такое вкуснейшее мясо индейки и гречка вот так что те кто говорят что они готовлю да все я готовлю просто грамм на отдыхе или выходные то конечно можем покушать кафе или какой-то готовую еду но принципе я готовлю обычную еду каждый день иногда просто позволяю себе не готовить но готовлю я тоже все гречка не люблю когда гречка сильно разваливается так что буду за ней следить маша пришла из школы кушает у нее макарончики с колбаской гречку не хочет пока вот вечером вышли гречку так а даня уехал с папой за чехлом к новому телефону просто боится его поцарапать камеру особенно и поэтому они поехали за чехлом вот тоже ждем его должен приехать так данюшка пришел домой я как говорила уже он поехал с папой за чехлом ну что те сделали вот классный чехол да и стекло тоже не нарисованы а нет яблочко все хорошо да вот или камера защищена да стекло тоже поставили мне по защитное да если треснет до защитное стекло вот получается выглядит супер как цвет называется не знаю даже ну-ка поверни еще раз это из оттенков синий серо-синий я бы сказала на серо-синий да лучше странно конечно выбору вот почему странно все хотелось вначале персиковый на вот цвет не но это мне больше нравится чем персиковый я посмотрел там у них оранжевые страны были цвета попросил чтобы не принесли короче синие вот а крыш принес около десяти цветов сколько стоил чехол 1200 получается и стекло 400 рублей то есть 1700 да да вот это все ясно ну все теперь все равно надо быть аккуратно с ним но уже можно не так бояться особенно камеру поцарапать ну как я посмотрю сбоку как она нет камера защищена в принципе да да ну класс здорово еще подходит тема к этой к этому чехлу надо кстати заметил ладно раздевайся тут школу он ходит этого покупали ну покажи рубашку в глории джинс мы покупали эту рубашку так потом штаны мы тоже покупали в глории джинс и вот это вот найковскую бог покажи как найковскую футболку покупали в спортомастере так ладно иди раздевайся доволен да конечно все супер наконец-то такая что в школе у тебя какие оценки получил что-нибудь по истории получил 5 сегодня вот и вообще знание пучал 4 английская получил 3 года и что еще получил я получил по географии еще 5 контроля работала но смотрел я был жюри видел только общество знание историю азиографе работа с собой понятно ну наверно поставят позже география и английский пока ничего не было но ясно ладно раздевайся пошли кушать ты еще ношу кищу кищу я сейчас пью чай смотрю youtube и чая пьет с такой вкусняшка которую мы покупали вчера вот вчера я съела две такие штучки они маленькие это небольшие корзиночки маленькие такие очень вкусно с чаем самое оно да не покушал маша пошла отдыхать они пошел отдыхать сейчас попью чай и пойдем здание делать уроки а пока у меня есть время чтобы посидеть за компьютером посмотреть какие-то видео немного время для себя всем привет друзья представляете у нас сегодня а улице 18 с половиной градусов 18 с половиной это же пришло лето почти что и при этом топит батареи вот такая чудесная погода на улице да уже все желтое листья опали что же были холода чего только не был уже снежок такой дождь снег был сейчас опять 18 19 градусов тепла лично стоишь на балконе в одной футболочки и не холодно люди в ветров очках легких кофточках и ветров очках а уже обещали что не будет тепло все таки бабе листья это берет свое сегодня я готовлю тушеную картошку и котлетки куриные всем привет пока еще более-менее теплая погода на улице я решила помыть окно сняла уже штору вернее тюль сняла я буду его стирать на улице на 6 15 градусов так что можно понять что довольно таки тепло аси мне помогает ася помогает тюль уже в машинке я использую жидкое моющее средство вообще очень люблю на жидкие мощь средствами остается порошка в штучки для порошка и вот прям я кладу барабан вместе вот с таким колпачком дозирующим и сейчас будет все это мне стираться я покупала такой громадный лоск это покупала в анапе вот ими пользуюсь процесс мытья стекол у меня в самом разгаре вот кстати кому интересно сейчас расскажу как я мою окна ну я думаю что все так моют но просто расскажу есть какие-то нюансы у каждой хозяйки я мою окна так сначала я просто тряпкой с водой протираю все окна снаружи внутри от пыли то есть подоконник отлив открывая окна в общем протираю все 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 от пыли потом я беру пема люкс соду ну что-то что содержит соду комит можно и протираю от очень хорошо всем прям все пластиковой поверхности для того чтобы снять с них грязь и чтобы они не желтели это прям отлично отмывает все откосы весь пластик то есть он тут же становится стоит нанести потереть чуть-чуть и он становится белым даже если был желтым после этого я беру тряпочку максимально смываю вот соду чтобы она не оставляла мне разводов вот такие белые разводы остаются потом смываю соду сколько могу потом я беру средства для мытья стекол и уже просто пшикаю и бумажными полотенцами или газетками что у меня под рукой насухо протираю в принципе вот и все пока я мою окно всегда стираю тюль шторы мы потом чуть можно сразу повесить высохнет и тем более сейчас батареи включены высохнет ну а шторы конечно я сушу потом иногда вешаю смотрю после по их состоянию иногда глажу вешу старикой ткань вот так ну вот мне осталось третий этап уже сода я все промыла от пыли промыла соды промыла соду смыла и мне осталось просто уже помыть стекла средством для мытья стекла и так прошло полтора часа я помыла окна вот он результат моих работ и мне осталось только поставить все на подоконник и повесить шторы вне тюль вообще думаю можете за шторы повесить у нас раньше так висели шторы по бокам и тюль но штор нету мы все увозили на дачу и там использовали поэтому возможно что я посмотрю ближайшее время сюда какие-то шторы глажу шторы таки решила их погладить что их повесила они как-то все-таки помялись сильно машинки ну все повесила я уже тюль все помыла все поставила на место выглядит это все вот так замечательно на улице у нас 15 градусов хорошо приятно прям когда стекло чистое окно чистое там даже приятно смотреть в него замечательно хорошо что погладила тюль потому что как-то сегодня в этот раз он был очень мяты почему-то после стирки сережа пришел домой принес вот такие роллы классные сейчас будем кушать дети заказали макдак и куда не сидит и бабушка и я вот такие веселые роллы вечер пятницы будем кушать всем приятных выходных вчера уже было темно сегодня день я показываю как мою работу проведенную вчера как выглядит вот и как я говорила я не знаю шторы вот повесить по бокам или нет то что второй карниз у нас свободный на улице у нас сегодня 17 градусов как лет вот и все